приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня дегустируем чеддер этому чеддеру полгода сварили мы его полгода назад и есть видео о том как вы варили этот сыр ссылку на видео я размещу в описании этого ролика обязательно но а сейчас что он очень твердый сейчас друзья попробуем его разрезать и продегустировать не знаю что из этого получится но лезать надо нет не такой он твердый как я ожидал надо делать больше головки надо делать больше головки потому что маленькие головки неадекватно но структура чеддера запах тоже чеддера это уже не может не радовать попробуем отрезать кусочек все-таки надо было его три где-то месяца три четыре шесть из-за расчета того что маленькая головка ну что друзья давайте покажу разрез в первую очередь вот такой у нас получился чеддер очень структурный очень мраморный как видите при чеддеризации мы допустили небольшую ошибку будем снимать новое видео чеддера мы делали 4 чеддеризацию и случайно охладили охладили сыр в это время получается а чеддеризацию надо обязательно делать водяной бане при температуре 32 градуса вот поэтому мне эта структура не очень нравится вот тут выделяются выделяются кусочки то есть он не совсем однородный получился но по запаху я уже попробовал и по вкусу тоже ничего сейчас друзья буду пробовать расскажу ну что друзья попробуем на вкус ну вот снимается хорошо это хорошо ну во первых на запах он пахнет точно как чеддер единственное что сильно структурировано у нас получился то есть вот сильно эта мраморная структура видна и такого быть не должно но это из-за нашей ошибки но вкусом тоже очень крутой но вот немножко похож такое послевкусие классная немножко похож на пармезан но это принципе чеддер это твердый сыр они где-то в какой-то степени родственники с пармезаном но мне очень нравится по моему отменный реально на вкус отменный единственное что если вы будете смотреть наше видео про приготовление сыра чеддер и руководство на руководствоваться нашим лишь рецептом примите во внимание после того как мы порезали сгусток сделали первое прессование сгустка само прессование после этого мы сгусток режем и делаем так называемую чеддеризацию вот эту вот чеддеризацию надо делать внутри водяной бани то есть ни в коем случае сын не остывать мы его не дать ему остыть что выяснили и главное когда складывать в форму то есть первое время его тоже надо складывать в форму именно на теплой бане потому что мы его вытащили и он остыл а этого нельзя допускать у человека вот то есть режете всю чеддеризацию проводите именно в водяной бане внутри там где температура 32 градуса не доставая оттуда сыр потом когда складываете его в форму для прессования опять таки первое прессование первые два переворота то есть один раз прессовали переворачиваем второй раз прессовали делаем тоже в водяной бане как бы уже наверняка это испробовано и вот в рецептах почему-то этого не пишут что так надо делать мы побывали на производстве и посмотрели несколько видео с промышленных производств делается все при вот такой вот температуре 32 градуса и даже 33 поэтому друзья вот такая ошибка поэтому он получился вот такой вот мраморный но во всяком случае сыр очень вкусный реально очень вкусный и но вот он по вкусу классический чеддер просто классический но я же говорю немножко немножко напоминает пармезан но мне очень нравится ну собственно говоря рецепт годный рецептом можете пользоваться если у вас есть какие-то вопросы задавайте их комментариях если вам понравилось видео ставьте лайки если не понравилось дизлайки подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить наши новые интересные рецепты но собственно говоря мы будем снимать для вас новое видео всего доброго пока